Всем привет, меня зовут Кристина Санько и я так понимаю вам понравилась маникюрная тема, потому что было очень много положительных отзывов и лайков, так что мы продолжаем эту рубрику. В качестве примера для первого хэллоуинского маникюра я брала за основу вот это фото, но эту идею мы немножечко изменим, потому что мне не особо нравятся вот эти нарисованные губки, как-то они жутковаты это. В общем, я уже покрыла ноготки базой, ноготок на мизинчике красим черным лаком, указательный и безымянный будет белым, средний ноготок покрываем оранжевым лаком, на указательном ставим три красные точки и потом уже вверх ведем тонкую ниточку к основанию. И если нужно дорисовываем потеки, возможно кто-то умеет рисовать ровные линии кисточки на ногтях, но точно не я. В канцелярском магазине я купила вот такой тонкий скотч, еще я видела его в фикс прайс продают и разных ногтевых магазинах. Клеим полосочки, а сверху красим черным лаком. Мне не нравится, что мизинчик у нас никак не задействован, поэтому сделаем там глазки. Белым лаком ставим точки, а сверху дотсом проставляем зрачки. Дотс можно заменить обычной шпилькой. Пинцетом срываем полосочки и подправляем кистью, если это необходимо. Покрываем сверху закрепителем. Вот такой очень легкий маникюр у нас получился. И потратила я на него около 15 минут. Сложность я ставлю одну звездочку из пяти. Его точно сможет повторить каждый. Теперь будем тестировать вот этих кавайных привидений. Я думаю повторить вот такую идею не составит труда. Здесь нам нужно покрыть все ногти белым лаком для ногтей. Когда все высохло черным лаком, сверху ноготка рисуем волну тонкой кистью. Дотсом проставляем глазки. Я рисую на всех ноготках, но также милаху можно добавить лишь на один или два ногтика. Делаем глазки, ротик и ручки. Пусть на всех ноготках привидения будут с разными выражениями лица. Можно так сказать? У привидений же есть лицо? Румяним щечки и покрываем сверху лаком. Тоже очень простая идея, которая повторила за 15 минут. И сложность снова одна звездочка из пяти. Маникюр смотрится миленько и прекрасно подойдет для праздника. Но как по мне здесь есть один минус. Маникюр смотрится классно только вот в таком положении. Но когда пальчики смотрят от себя, то привидения превращаются в каких-то ушастых лам. Это смотрится конечно не ужасно, но какая-то странность в этом есть. А эта идея пожалуй одна из фаворитов. Когда я снимала с ней видео о декоре комнаты на Хэллоуин, было много комментариев показать как делается такой маникюр. Здесь тоже все очень просто. Все ноготки покрываем каким-то нюдовым лаком. Нежно розовый или персиковый цвет будет отлично сочетаться. Берем черный лак и тонкой кисточкой вот таким образом рисуем сначала ушки. Мой черный лак какой-то полупрозрачный, поэтому мне придется нанести два слоя. Соединяем ушки полоской лака и когда все высохнет рисуем глазки белым. Зрачки делаем тонкой кистью, закрепляя все прозрачным лаком. Время работы здесь около 15 минут и сложность 2 звездочки из 5. И такой дизайн можно рисовать не только к празднику, но и носить в повседневной жизни. Кстати, некоторые пишут, что у них нет нужных лаков для каких-то идей. Это не проблема, ребят. Главное желание. Можно выбрать другие цвета из уже имеющихся у вас лаков. Или смешать лаки, чтобы получить тот или иной оттенок. Или если у вас нет нужного оттенка лака, на ноготь можно нанести и акриловую краску. Не на весь ноготь, конечно, а в качестве каких-то украшений или мелких деталей на уже имеющийся лак. Так краска и ноготь не соприкасаются друг с другом и создается больше полета для фантазии. Экспериментируйте и у вас все обязательно получится. Пишите в комментариях, какой маникюр вам понравился больше и продолжать ли эту рубрику. Ведь на очереди у нас новогодние идеи для ноготков. И мне было бы очень интересно показать рисунки лаками для ногтей. И да, будьте креативными, а я вам в этом помогу. До скорого. Пока.